Здравствуйте! Кафедра ревматологии и неинфекционных болезней представляет вашему вниманию лекцию на тему подагра. Сегодня мы коснемся следующих вопросов определения, эпидемиология, этиология и фактора риска заболевания, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностика, а также затронем принципы лечения подагры. Исторически подагру называли болезнью аристократов и это было связано с их образом жизни. Изобилие мясной пищи, рыбы, птицы, вина, в отличие от бедняков, которые не могли позволить себе такие изыски и питались лишь кашами да овощами. Так вот на рисунке мы видим черта поражающего копьем одну стопу. То есть таким образом пытались изобразить интенсивность боли, адская боль во время острого приступа подагры. И вот на следующей иллюстрации Джеймса Гиллрея, 1799 год, мастер карикатуры изобразил болевой синдром при подагре, как демона, ну и с акцентом на типичность локализации. Первый палец плюс нефаланговый сустав. Рассмотрим определение. Подагра это системное тофусное заболевание, характеризующееся отложением в различных тканях кристаллов моноурата натрия и развивающееся в связи с этим воспалением у лиц с гиперурикемией, то есть повышенной концентрацией мочевой кислоты в сыворотке, обусловленной внешнесредовыми факторами и или генетическими факторами. Эпидемиология. Распространенность подагры во всем мире составляет и колеблется от 0,1% до примерно 10%. Соотношение мужчин и женщин составляет 7 к 1 и в основном болеют мужчины среднего возраста 40-50 лет. Основными причинами гиперурикемии являются генетические факторы, приводящие к повышению реабсорбции и снижению экскреции мочевой кислоты с мочой, либо ее гиперпродукцией. А также гиперурикемия способствует такие факторы риска, как избыточная масса тела или ожирения, повышенное артериальное давление, употребление алкоголя, потребление большого количества животного белка, прием мочегонных препаратов и заболевания и состояния, которые сопровождаются гиперурикемией, в частности метаболический синдром и другие причины. Патогенез подагры, генетические факторы и факторы внешней среды вызывают повышенное содержание мочевой кислоты в сыворотке крови. В дальнейшем происходит супернасыщение сыворотки мочевой кислотой и при определенных условиях развивается процесс образования кристаллов мочевой кислоты. В дальнейшем эти кристаллы моноурата натрия контактируют с моноцитами, макрофагами, воспринимаются как чужеродные вещества и развивается активное воспаление с присутствием всех пяти признаков воспаления, которые вы уже знаете. Далее развиваются системные тофусные проявления подагры. Выделяют первичную подагру с большим генетическим вкладом и вторичную, почечную, лекарственную, свинцовую. В развитии подагры выделяют несколько стадий. Первое это бессимптомная гиперурекемия. Характеризуется повышением уровня мочевой кислоты в сыворотке с отсутствием или с наличием депозитов моноурата натрия, но симптомы и анамнез подагры отсутствуют, то есть нет приступов артрита и нет тофусов. Далее острый подагрический артрит сопровождается ярким суставным синдромом с поражением типичных суставов по локализации и, конечно же, сопровождаются болью, сопоставимой с переломом. Хроническая тофусная подагра характеризуется образованием топусов в тканях и органах внутренних. Ну и вот существует еще межприступный период, это временной интервал между приступами острого подагрического артрита. Так вот при отсутствии адекватного лечения интервалы между приступами острого подагрического артрита сокращаются, а интенсивность самих приступов нарастает. Также принято выделять по течению легкое, средне-тяжелое и тяжелое течение подагры. Легкое течение характеризуется редкими приступами до двух раз в год с вовлечением минимального количества суставов, обычно до двух, без образования тофусов или это единичные тофусы. И самое главное, внутренние органы не повреждены. Далее, тяжелое течение приступы могут присутствовать у пациента более пяти раз в год, характеризуются деструктивным поражением многих суставов, образованием тофусов и нефропатией. Средняя тяжесть занимает промежуточное положение. Также принято выделять три класса функциональной недостаточности опорно-двигательного аппарата. Первый класс, когда у пациента трудоспособность сохранена. Второй класс, трудоспособность нарушена, но пациент способен к самообслуживанию. Когда мы говорим о третьем классе функциональной недостаточности суставов, то утрачена при этом способность даже к самообслуживанию. На данном слайде представлены классификационные критерии острого подагрического артрита, предложенными американской коллегией ревматологов и одобренной Всемирной организацией здравоохранения для применения в реальной клинической практике. А выделяют три группы критериев A, B, C. A – это выявление кристаллов уратов, заметьте, в синавиальной жидкости. B – это верификация кристаллов при подозрении на туфусы. Так вот, вот эти первые два критерия классификационных могут выступать самостоятельно, и наличие одного из них позволяет выставить достоверный диагноз подагрического артрита. Теперь разберем критерии C. И для этого мы должны проанализировать 12 клинико-лабораторных и инструментальных признаков. И для диагноза нам необходимо не менее 6 признаков или симптомов. Давайте их поподробнее разберем. Первое – это максимальное воспаление сустава в первый день. Второе – наличие более чем одной атаки артрита. Третье – моноартрит. Четвертое – гиперемия кожи над пораженным суставом. Пятое – боль и воспаление плюс нефалангового сустава первого пальца. Шестое – это асимметричное воспаление плюс нефалангового сустава. Седьмое – одностороннее поражение суставов стоп. Восьмое – это подозрение на туфусы. Девятый признак – гиперкурикемия. Десятое – это асимметричный отек суставов. Рентгенологический одиннадцатый признак – это субкортикальные кисты без эрозий. И двенадцатый – это отрицательные результаты при посеве синовиальной жидкости. Еще раз напоминаю, что из двенадцати клинико-лабораторных признаков для диагноза необходимо набрать не менее шести и более. Давайте охарактеризуем, как протекает острый подагрический артрит. Во-первых, это внезапное начало. Пациент может указать дату и время начала приступа. Быстрое нарастание интенсивных болей, как правило, в одном суставе. И чаще это классическая локализация плюс нефаланговый сустав первого пальца стопы. Далее, выраженность локальных признаков воспаления. Присутствуют все пять признаков воспаления. Боль, отек, гиперемия, повышение локальной температуры кожи над суставом. И, конечно же, нарушение функции суставов. Пациент не может опираться на этот сустав. Чаще приступ развивается в ночное время или в ранние утренние часы. И длительность атаки без лечения варьирует от одного дня до десяти дней. То есть приступ, в принципе, может завершиться самостоятельно. Так вот, этот факт является причиной позднего обращения пациента к врачу. Но могут еще во время приступа присутствовать общие симптомы признаков воспаления. Это общее повышение температуры, общая слабость и другие. Что такое тофус? Тофус – это очаговое скопление кристаллов мочевой кислоты в тканях в виде узлов. Чаще они располагаются подкожно или внутрикожно, в области ушных раковин, в области суставов кистей и стоп, локтевых, коленных суставов. Иногда эти тофусы извязляются с выделением наружу творожистой массы, с содержанием моноурата натриев, кристаллов их. Также эти тофусы могут локализоваться внутрикосно. Но в принципе эти тофусы могут располагаться на любых участках тела, ну и конечно же в том числе во внутренних органах. Поэтому говорим о системном тофусном заболевании. На данном слайде представлена иллюстрация тофусной подагры у пожилой женщины с вовлечением суставов кистей, стоп, локтевых суставов. И мы видим эти тофусы с извязвлением, а не самовскрывающиеся, с выделением содержимого тофуса наружу и даже участками некроза. На следующем слайде представлена локализация множественных тофусов в области ушных раковин, ладонной и тыльной поверхности кистей у мужчины, страдающей хронической тофусной подагрой. Какова же диагностика этого заболевания? Рассмотрим лабораторную диагностику. Общий анализ крови. В острый период мы можем увидеть повышение лейкоцитов и ускоренную сою. Общий анализ мочи. Мы можем наблюдать стойкую кислую PH мочи 5.0. Снижение относительно плотности мочи, протенурию, возможно эритроцитурию, гематурию и кристаллурию. Допустим, кристаллы мочевой кислоты могут обнаруживаться. Ну и биохимический анализ крови. Мы можем увидеть повышение концентрации мочевой кислоты в сыворотке, но, возможно, норма урикемия, то есть нормальная, даже сниженное содержание мочевой кислоты во время острого подагрического артрита. Ну и, возможно, повышение С-реактивного белка. Золотым стандартом диагностики подагры, мы говорили о критериях A и B, является поляризационная микроскопия сеновиальной жидкости или тофусов. Так вот, эти кристаллы моноурата натрия, они игольчатой формы с отрицательным двойным прилавнением луча. И эти кристаллы напоминают цветные картинки из калейдоскопа. Также нам помогут в диагностике подагры инструментальные методы. На рентгенографии мы можем видеть симптом пробойника. Это типичный, но поздний рентгенологический критерий. А в начале заболевания могут быть неспецифические признаки, это сужение суставной щели, может быть деструктивный артрит, деструкция суставной поверхности и субкортикальные кисты. И УЗИ почек помогает нам диагностировать мочекаменную болезнь. На данном слайде представлена рентгенограмма суставов стоп. И в проекции плюснефалангового сустава первого пальца стопы стрелками указаны деструктивные изменения в суставе, множественные кистовидные просветления. И вот следующий слайд демонстрирует рентгенограмму суставов стоп. И мы видим в проекции головки первой плюсневой кости стрелками также указано образование кист и симптом пробойника. Лечение подагры включает в себя следующий метод. Это не фармакологические, фармакологические и хирургические. И основной целью терапии подагры это достижение ремиссии, а также целевого уровня мочевой кислоты в сыворотке. Значит, она должна быть не более 360 микромоль на литр. Обратите внимание на эту цифру. Что такое ремиссия при подагре? Ремиссия это отсутствие как хронического течения артрита, так и приступов острого артрита при интермитирующем течении. И научно доказано, если уровень мочевой кислоты превышает порог 360 микромоль на литр, то происходит насыщение этой мочевой кислотой биологических жидкостей, что может приводить к ее кристаллизации и в виде мононатриевой соли в случае точки супернасыщения. Далее прогрессирует развитие формирования тофусов, учащаются приступы самого подагрического артрита, ну и конечно же, все это способствует формированию конкрементов в почках. Немедикаментозное лечение занимает ведущее место в терапии подагры и, конечно, напрямую зависит от образа жизни пациента, его культуры питания. На данном слайде вы видите, какие продукты запрещены или ограничиваются в рационе пациента, страдающих подагрой, особенно в острый период, острый подагрический артрит. Давайте перечислим продукты, которые запрещаются. Это мясные экстракты, консервы, рыбные, мясные, жареное мясо, субпродукты, то есть легкие, печень, мозги, кордаки. Дальше, острые приправы и специи, шоколад, кофе, какао, крепкий чай и, конечно же, спиртные напитки. Далее, продукты, которые ограничиваются. Это колбасные изделия, отварное мясо и рыба, сало, грибы, бобовые, чечевица, горох, фасоль, соленье и некоторые овощи. Давайте их перечислим. Это шпинат, щавель, сельдерей, цветная капуста и редис. Ну, а разрешается, мы обязательно должны пациенту сказать о том, что им остается безопасно употреблять в пищу. Это овощи, картофель, помидоры, огурцы, морковь, лук, свекла, фрукты, особенно цитрусовые, каши и кисломолочные продукты. Медикаментозное лечение острого подагрического артрита включает препараты быстрого действия, так называемые карманные препараты, которые пациент должен носить всегда с собой, зная, что он страдает этим заболеванием. К ним относятся колхицин, нестероидные противовоспалительные препараты и глюкокортикоиды. А вот для постоянного лечения пожизненного в целях предупреждения острого приступа подагры используются аллопуринол и фибуксостат. Хирургическое лечение применяется, когда возникли осложнения со стороны туфусов, допустим, сдавление сосудистонервного пучка или же оперативное лечение осложнений мочекаменной болезни. Благодарю за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...